Привет, друзья! Сегодня у меня для вас необычное, но очень вкусное блюдо на ужин. Название я ему не придумала, но в одном рецепте соединила и голубцы, и бризоли, и фаршированные блинчики. Получилось необычно, но очень вкусно. В общем, если хотите разнообразить свой стол, но уже не знаете чем, тогда этот рецепт вам точно понравится. Итак, начнем. Сразу сделаем капустные блинчики. Берем сырую капусту и режем ее на крупные куски, чтобы можно было измельчить в блендере. Капуста у меня сырая, и я ее не подвариваю. В чашу блендера выкладываем капусту, добавляем сырые яйца и превращаем все это в абсолютно однородную массу. Перекладываем эту массу в чашу, добавляем немного молока, сразу же солим, перчим по вкусу и добавляем специи. В качестве специй я использую немного шисовшеного чеснока. Теперь добавляем просеянную муку. Муки кладите столько, чтобы тесто получилось, как на жидкие оладьи. В самом конце в тесто наливаем немного растительного масла и перемешиваем. Жарим капустные блинчики, как обычные блины, но делаем их небольшого диаметра. У меня маленькая сковорода, дно которой диаметром 14 см. Выкладываем половником немного теста на сковороду и равномерно распределяем его тонким слоем. Жарим с одной стороны около полминутки, а затем переворачиваем на другую сторону. Хочу отметить, что блинчики получаются очень нежные, но у меня они отлично переворачиваются и не рвутся, и хорошо снимаются со сковороды. Если хотите, чтобы блинчики получились более плотные, то капусту предварительно необходимо подварить немного. Из данного количества продуктов у меня получилось 10 блинчиков. Для начинки нам потребуется всего 300 грамм фарша, в который выкладываем мелко нарезанный лук. Я взяла одну крупную луковицу, сразу добавляем соль, сушеный чеснок, немного хмели-сунели и черный молотый перец по вкусу. Как следует перемешиваем фарш. Если у вас фарш получается слишком густой, то в него можно добавить немного воды. Форму, в которой будем запекать наши капустные блинчики бризоли, смазываем растительным маслом. Теперь берем один блинчик и распределяем сверху по нему тонким слоем фарш. Фарш я выкладываю на 2 третьих блинчика. Сверху на фарш посыпаем немного тертого сыра, сворачиваем блинчик в трубочку и выкладываем в форму. Таким образом заготавливаем все фаршированные капустные блинчики бризоли. Теперь сделаем заливку на блинчики. В чаши соединяем яйцо, чайную ложку сверху сметаны и столовую ложку растительного масла. Этой заливкой щедро смазываем блинчики, а остатки заливки можно просто сверху вылить на блинчики. Запекаем блинчики в духовке, разогретой до 200 градусов в течение 30 минут. Я включаю оба тена и конвекцию. И вот такая красота у нас получилась. И если бы вы знали, как это вкусно. Мои дети голубцы не очень любят, а эти бризоли слопали только так. Надеюсь, что вам понравился этот рецепт и вы приготовите такое блюдо. А в комментариях напишите, как вам. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита. Пока-пока!